тяжело в учении жопа в бою а когда в бою учишься вообще срака но это не точно ведь большинство диванных интернет бойцов думают что бой это залитые пол-литра горючки и ты уже мать его непобедимый люкен раскидывающий всех направо и налево приветствую вас уничтожители кнопок на ноуте с вами федорович а в этом видео мы посмотрим как смертные решили что огненная вода и знание изысканных матов в интернете делают из них бойцов от импотенции еще никто не умирал но и не рождался а вот от длинного языка полегло немало великих драчунов история этого боя была такова молодой пацан перед вами в черной футболке шел на треньку и увидел недалеко от зала мужика который квасил на улице за что и сделал ему замечание но конечно жалко ниндзя который уже употребил допинг бесстрашия решил сопляка научить жизни и обложил культурной речью которую часто можно слышать в интеллектуальных дискуссиях в ночных кабаках слово за слова и мужик наехал на пацана угрозами расправы за что боксерчик предложил пройти в зал и там все решить чтобы на улице не вызвали полицию конечно бесплатному сыру в дырке не смотрят но и за такой мордобой нужно сказать спасибо ведь он может кому-то спасти жизнь кто тоже вдруг возомнит себя брюсликом после пол-литры в сантехнике в сантехнике в сантехнике Обиженные всегда пытаются обидеть, счастливые осчастливить, а пьяные опьянить, как и в этом бою, история которого следующая. Дерзкий лысый хрен после посиделки в кабаке, где, наверное, вырубил какого-то алкаша, пришел бухой в зал ММА и начал кричать на весь зал, что ему нет равных, и он внебрачный сын Шаокана и Шансунга, поэтому может уделать любого, пока находится под воздействием чудо-эликсира. Это все очень не понравилось тренеру, который после вежливых уговоров и оскорблений в свой адрес очень жестко наказал провокатора. Субтитры создавал DimaTorzok Человек, который назвал бензопилу «дружба», явно очень сильно разочаровался в людях, а человек, который оскорбляет бойца в интернете, явно не дружит с головой, прямо как наш герой в шлеме. История этого мега-махача такова. Дерзкий раздолбай публично оскорблял в интернете профи бойца ММА Гонзалеза, разглагольствуя не только о том, какой он никакой боец, но и утверждая, что сам его уделает за пару минут. Несмотря на то, что у пацана опыта в тренировках явно не больше пары месяцев, ну, может еще пару драк под киоском. Но зато теперь мы все можем извлечь урок из этой поучительной истории и сказать этому чудиле спасибо. Ведь жертвуя своим здоровьем, он нам показал, что за буквы в интернете можно получить по щам. Если вы до сих пор не в сказке, значит вам нужно поменять столичную на пшеничную. А когда жизнь кажется сказкой, нужно сходить подраться с профиком. Именно так решил наш красавец Качок в красных шортах, который пришел на кастинг в бойцовское шоу и написал в анкете, что он мастер единоборств и давал лящей Люкану и Рейдену не напрягаясь. Конечно, у организаторов не было победителей Мортал Комбата, поэтому им пришлось выставить средненького профика, переживая за его здоровье. Но, как показал бой, переживать мужикам пришлось только за претендента, который дрался как пятиклашка и ничего не умел. Как люди относятся к алкоголю? Да никак, просто пьют. Ведь отношения они выясняют не с алкоголем, а с тем, кто рядом. Но иногда отношения можно выяснить и без алкоголя. Главное, чтобы в ринге. Это знаменитое и эпичное видео вселяет огромную мудрость во все неокрепшие умы, которые думают, что молодость и дерзость всегда побеждают навыки и опыт. История этого мордобоя такова. Дедушка в затяганном свитере – это бывший чемпион по боксу, который тренировал пацанов в своем подвальном зальчике. Но, как это частенько бывает, всегда есть здоровый и дерзкий бородач, который думает, что лучше знает, как надо, и считает себя великим бойцом, у которого монахи Шаолиня должны спрашивать, как созерцать каплю, бегущую по бокалу пива, и слышать шелест утренних звезд. А деду, в общем-то, пора на пенсию. Но дед показал сопляку, что опыт не пропьешь, и порадовал нас всех отличной работой в ринге. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, сколько профиков уничтожили вы. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Вот так. Клабрака одна, да? За дистанцией. Короче, я вот что делаю? Хлоту вырываю, отмечиться, отмечиться, вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий сильный. Атака слева, атака справа, атака слева, атака справа. Это называется лепить. Наши упражнения, секретный комплекс упражнений по медитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Вставил. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да? Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз. Ничего не успевайте, это убит. Успевайте. Продолжение следует... Продолжение следует...